Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, Кравцев Сергей. Сегодня такая тема очень интересная, да? Хотя, как бы мне она близка, я долгое время занимался всякой разной реабилитацией опорно-двигательного аппарата и, соответственно, как бы вот решил подытожить этот момент для многих моих пациентов, которые я уже веду годами, все равно ко мне, ну, видимо, все-таки невнимательно меня слушают на консультациях, да? Все равно мне задают одни и те же вопросы. Вот для вас я решил снять такой универсальный выпуск. Значит, здоровье костей, здоровье опорно-двигательного аппарата и о том, как избежать рецидивов, то есть уже для взрослых людей, да? Как бы вот в чем, как сделать так, чтобы не было у вас повторения всех этих заболеваний, там даже когда грыжа второй раз обостряется и так далее. Ну, спрашивают в основном, с чего начинают? Спрашивают о причинах, да? Какие причины у нас возникновения вообще поломки опорно-двигательного аппарата? Ну, лично для меня, как я вижу эту причину, она далеко не в сидении за школьными партами, то есть для меня есть очевидная выборка людей, да? Я знаю множество людей, у кого все-таки нет этих проблем, а через школьные парты прошли все. Поэтому дело не в том, что типа криво сидел или косо сидел, на самом деле, ну, не совсем так это, то есть дело не в сидении все же, хотя это и является спусковым крючком. Ну, вот сама причина, на мой взгляд, она в гомеостазе, и когда идет нехватка кальция, нехватка витамина D3 у детей, ну, соответственно, конечно, возникают у себя вот эти сколиозы, другие какие-то изменения в позвоночнике или в костях там, да? У меня, кстати, вот был приятель, мы занимались в детстве немножко бегом, я непрофессиональный, что-то я потом забросил на какой-то другой кружок, пошел, помните раньше кружки, кто помнит кружки? Раньше все называлось кружками, забавно, да? Почему, вроде кружок, как странное, да, на сегодняшний момент название, кто помнит, напишите в комментариях. Ну, и вот пошел на кружок, короче, и в нем заболели колени, там, артроз ему что-то, я помню, ставили, проще ребенку, представляете, там, я не помню, может, класс 6-й был. Поэтому, понимаете, как бы все очень индивидуально, вот где это выстроить, но причина, на мой взгляд, это именно гомеостаза, потому что миллионы других детей бегали, прыгали и ничего, и так же профессионально занимались. Поэтому, соответственно, здесь у кого какой гомеостаз, вот она идет, выборка и спортсменов, и каких-то заболеваний. Жил кто что не пережил, да? У кого какое слабое место, у того и выстрелило, что называется. Вот, значит, ну вот я, допустим, простужался часто, да? Сейчас, кстати, об этом поговорим, испалительные заболевания тоже затронем. Значит, и основная причина всех заболеваний хронических в поломке изначального гомеостаза. Потом эта поломка может выровняться из-за каких-либо, ну, изменений окружающей среды, изменений питания, еще каких-либо факторов, да, других гормональных всплесков, которые купируют, нивелируют вот эту вот поломку. Ну, основная суть всегда остается такая, что поломка была из-за гомеостаза. Все, проговорили про это, запомнили, записали. Мое мнение к гомеостазу. Не согласны со мной, подписывайтесь на малышу. Не знаю, все, вот прям, я только топлю за гомеостаз, короче. Значит, далее, причины прошли. Значит, сами заболевания лечатся далеко не подорожником. Сами заболевания, значит, нужно лечить в сумме. Всегда заглянуть в гомеостаз, посмотреть, что же там не так. Вот у меня есть пациент, который ходит, у нас, ну, я сейчас работаю, то есть в клинике, чтобы вы понимали, клинике спортивной медицины. И у нас там, ну, целый комплекс врачей есть, и он вот к нам ходит постоянно. У него вот час обострения, он к нам пришел, то есть в зиму два раза он приходит, и весной он приходит, и осенью он приходит. Вот считайте, сколько, четыре раза за год получается. Четыре раза за год он делает мануальную терапию, четыре раза за год он делает оттяжение позвоночника, массаж. Ну, и какие-то там всегда по-разному немножко, иногда, когда щадящие, противовоспалительные, когда посильнее, мы ему назначаем. Я ему всегда проговариваю, что это ваш диабет, который у вас идет. Ну, такой у него, короче, там он подлечивается, непонятно чем, вот, но нормально диабет не лечит. Значит, естественно, это ваше там питание и так далее. Я ему проговариваю, что чтобы нивелировать диабет, надо, значит, наладить образ жизни, убрать алкоголь. Потом я ему всегда проговариваю про то, что вот историю с диабетом надо пролечить и там еще куча разных вопросов по гомеостазу вылечить. Потом сдать на микробиом анализы, да, соответственно, понять, какая микробиота живет. Сейчас мы вот это тоже обсудим. Это залечить. Тогда как бы рецидивов, ну, шансы, по крайней мере, что они будут так часто появляться, появляются, нивелируются. Ну, ему не совсем интересно этим заниматься и, соответственно, как бы, ну, не нравится ему. Вот, нравится ему четыре раза посещать наши процедуры. Ну, нравится, так нравится. Вот, значит, ну, для всех тех, кто не хочет вот таких рецидивов, да, четырех разов в год, вот, нужно делать примерно следующее. То есть, после того, как вы пролечили, сняли воспалительный процесс, прошли стандартное лечение у мануальщиков, там, прочих товарищей, у кого вы обычно лечитесь, да, по избежанию вторичных рецидивов, что вам нужно? Конечно, все скажут о правильной физической нагрузке. Ну, в первую очередь, я выделяю конкретно лечебную физкультуру. Можно применить там различные, в тросах различную гимнастику, да, лечебного характера. Но все это уже вы, возможно, и так знаете. Нетипично то, что, соответственно, в 50% случаев причина вот этих хроники воспалений это рост микробиоты, всяких вирусов, микроорганизмов, положительных, там, всяких вот пресловутых, вы, наверное, слышали из рекламы, там, лактобактерии, бифидобактерии, отрицательных, там, вот, соответственно, да, там, ну, допустим, кто у нас, гертелло-лента, да, или там, кого вы еще могли слышать, ну, такого вот самого популярного. Это, наверное, помните, кандида, так называемая молочница, да, которая, соответственно, у всех женщин, ну, не у всех, там, как правило, там, каждая вторая рано или поздно переживала вот этот вот кандидоз, и многие воспринимают это заболевание только как гинекологическое, или кто-то там относится к нему как к ЗПП, хотя на самом деле это не так. Ну, во-первых, кандида, как правило, живет во всех нас, и если вы употребляли антибиотики, если вы, соответственно, просто хватали ее половым путем, избыточное количество, обсеменялись, да, вот, и множество других путей, как вы ее могли себе заработать, опять же, она выселивается на сладком, замечательно, это все истории про любителей, про сладкоежек, да, когда уже кандиды есть в избыточном количестве, или, может быть, у вашего партнера, и вы едите сладко, и дополнительно обсеменяйтесь, и она на вас может выселиваться даже больше, чем на вашем партнере. Что дальше происходит? Дальше происходит следующее. Есть такое понятие, как системный кандидоз, то есть он может быть на коже, на волосистой части кожи, головы, шелушение и так далее, и мы получаем, ну, то есть, вот везде он на полости, рта, может быть, и мы получаем сдвиг, и, да, целое, ну, целое системное заболевание, когда у нас сдвигается, все, начинаются проблемы заболевания кожи и слизистых, и плюс это вызывает рост других, ну, нарушает вашу иммунную, да, среду, так скажем, вплоть до болячек. Мне встречались люди на лице прям болячки, уже такие трескалась кожица оттуда, ну, небольшое, как вот уже чуть-чуть там капельки крови иногда проступали, настолько сильно у человека был выражен вот этот системный кандидоз. Соответственно, туда тоже может что угодно залетать, иммунная система нарушена, микробиота тогда была вообще ужас как нарушена, соответственно, что-то может присоединиться вирус Эпштейн-Бар, допустим, да, это все герпетические эти истории, и так это по нарастанию не идет. Есть хронический воспалительный процесс в этом случае? Безусловно, есть. Пока вы не пролечите вашу микробиоту, пока вы ее не нормализуете, а это процесс долгий, если интересно, я сделаю вкратце об этом более подробный выпуск, ну, будете ловить эти воспаления, потому что оно внутри вас, как бы это воспаление не затихает, постоянно живут вот эти вот вкусняшки разные у вас. Поэтому тема микробиоты, она достаточно такая обширная, включает и грибы, ну, кандиды, допустим, вирус, ну, самый яркий Эпштейн-Бар, ну, микроорганизмы, ну, пожалуйста, гертелу, ленту можно привезти, ну, там множество всего, если я буду делать выпуск, да, более подробно о них, о всех как-то расскажу, затрону какие-то конкретные, самые интересные, из микробиоты, да, представителей, вот, и что кто делает, да, кто на что влияет. Поэтому, дорогие друзья, если вы хотите, чтобы были здоровые кости, то про микробиоты тоже не забывайте. Ну, и движение, движение, в целом, это жизнь. Также, все, у кого есть хронические болячки, я рекомендую пропивать хилатный кальций и Д3, ну, тоже дозировки по назначению врача и с учетом ваших индивидуальных особенностей, в том числе той же микробиоты. С вами был Кравцев Сергей, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой инстаграм, и, дорогие друзья, Будьте здоровы!